Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Я и Отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 по 31 стихи. В начале 10 главы Господь Иисус Христос беседует с фарисеями где-то или в самом Иерусалимском храме, или рядом с Иерусалимским храмом, и говорит о себе как о добром пастыре. Говорит о себе как о двери в овчий двор. И, соответственно, верующие, которые здесь представлены под образом овечек, должны через эту дверь Христа пройти. Должны за ним, как за добрым пастырем, последовать для того, чтобы прийти на хорошее пастбище. Сказав это, Господь говорит также о том, что он, как добрый пастырь, готов отдать свою душу, свою жизнь за овечек, в отличие от наемника, который только получает плату, но при виде волка тут же убегает. Волк хватает овечек, остальные убегают. Но Господь Иисус Христос подводит постепенно своих собеседников к мысли о том, что не только они будут удостойны того, что он станет пастырем, но и многие другие народы. Однако, то, что народы будут под водительством его, как пастыря, будет иметь очень важное значение для человеческой истории. Десятая глава, семнадцатый стих. Господь продолжает речь и говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Восемнадцатый стих. «Никто не отнимает ее от меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Тем самым Христос хочет подчеркнуть, когда говорил вам о себе, как о добром пастыре, который готов отдать свою душу за овец, конечно, появился образ волка. Если вы подумали, что пастырь погибает от волка, потому что он бессилен, а волк агрессивен, то это неверно. Я силен, я сильнее любого волка. Но дабы вас привести к тому самому обильному пастбищу, необходимо мне отдать свою жизнь за вас. И я делаю это добровольно. Я ее отдаю для того, чтобы снова ее принять. С богословской точки зрения, это абсолютно логичные и оправданные слова. Потому что смерть есть результат греха. Человек согрешил, от этого пошло постепенно старение, и поэтому каждый человек, по слову апостола, должен один раз умереть. Умираем мы, потому что, когда мы умираем, а потом будем воскрешены Богом, после воскресения, в обновленном теле, мы Богом будем избавлены от наших страстей и пороков, тех самых, от которых не смогли избавиться в течение нашей жизни. Но Господь Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, истинный Бог и непорочный человек, во всем подобен нам, кроме греха. А раз в нем нет греха, значит, он и не может умереть. В смысле следствие греха. Да, он предаст себя на смерть, он предаст себя в руки тех людей, которые хотят его казнить. Но поскольку не может смерть победить воплотившегося Сына Божия, не может там, где соединились Божество и человечество, в единой личности Иисуса Христа, смерть взять свое. Поэтому он опять вернет себе жизнь, соответственно, он воскреснет. Имею власть отдать ее, свою душу, и имею власть опять принять ее. Очень важно помнить, что здесь стоит греческий термин экзузия, или в другом произношении эксусия, термин, который означал в древнегреческой культуре лицензию для деятельности, возможность что-либо сделать. И поэтому Господь вот через такое выражение мысли, понятно, что по-гречески пишет уже Иоанн Богослов, но Иоанн подбирает наиболее точные греческие термины для выражения мысли Господа Иисуса Христа. Христос, выражая свою мысль, а Иоанн Богослов, представляя ее на греческом языке, через этот термин хочет дать понять. Абсолютно добровольно Христос отказывается от своей жизни ради жизни овец и точно так же имеет власть вернуть себе жизнь. Эту заповедь получил я от Отца моего. Заповедь, которая заключается в том, чтобы излить любовь на свое отпадшее творение и восстановить это творение. Да, далеко не все люди воспользовались и воспользуются и будут пользоваться плодами искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Только те, кто в Него уверовал, те и пройдут через Него, и пойдут за Ним, и выйдут на обильное пастбище. Но, тем не менее, Христос получает от Отца эту заповедь. То есть это замысел Отца. Отец посылает Сына в мир для того, чтобы Сын искупил грешных людей. 19 стих. От этих слов опять произошла между иудеями распри. По-гречески схизма, то есть раскол, разделение. Почему происходит это распри? Потому что те, кто был оппортунистом, они говорили 20 стих. Многие из них говорили «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его». В греческом тексте еще более интересно. «Имеет демона и бесится» или «Одержим бесом и бесится» стоит греческий глагол «меноме», который означает свирепствовать, безумствовать, бесноваться. Итак, одни противники Господа считали, что он одержим бесом и при этом еще даже беснуется. Какой смысл его слушать? 21 стих. Другие говорили «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Аргументы тех людей, которые поддержали Христа, заключаются в двух пунктах. Пункт первый. Сама по себе речь Господа это не есть речь безумного или бесноватого. Она стройна, она логична, она апеллирует к образам, понятиям и идеям Ветхого Завета и пророков. Второй пункт. Бесноватый не может исцелять, а Христос только что исцелил слепорожденного. Поэтому получается, что он излагает свои речи логично, последовательно, а еще творит особые знамения, которые указывают на него, как на человека выдающегося. Похоже, что после вот этой части беседы с фарисеями Господь Иисус Христос на некоторое время удалился. Потому что в следующем 22 стихе описывается уже другой праздник. Если предшествующие события происходили вскоре после праздника Кущей, то сейчас речь идет о празднике обновления, который по астрономическому солнечному году выпадал примерно на середину декабря. То есть прошло два месяца с тех пор, как Господь во храме или рядом с храмом обратился к евреям и указал на себя как на истинную дверь и как на доброго пастыря. Но вот эта его беседа, подтвержденная предшествовавшим исцелением слепорожденного, настолько евреи впечатлила, что когда он через два месяца возвращается в Иерусалим и приходит в храм, они вновь начинают с ним общаться и даже вспоминают тематику тех бесед, которые были два месяца назад. 22 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима. Праздник обновления праздновался в честь того, что при Иуде Маковее примерно в 160 году до Рождества Христова храм был очищен от той скверны, которой он был осквернен в результате действий Антиоха Эпифана, потому что, как мы с вами помним, Антиох даже пытался поставить языческие идолы в храме. И вот Иуда Маковейский очищает храм, возвращается регулярное богослужение, и в память этого события празднуется праздник обновления. Иоанн Богослов не случайно замечает, что была зима, потому что этот момент объясняет, где находится в храме Иерусалимском Господь Иисус Христос. 23 стих. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Притвор Соломонов или Галерея Соломонова или по-гречески Стоа Ту Соломонос. Это часть комплекса Храмовой горы, построек на Храмовой горе, которая находилась в восточной стороне. Название Галерея Соломона или Стоа Соломона происходит от того, что когда после Вавилонского плена евреи вернулись в Иерусалим и начали восстанавливать храм, то по их еврейскому преданию именно в этой восточной части Храмовой горы сохранились какие-то развалины от построек первого, то есть Соломонова храма. Поскольку зима, непогода, то Господь Иисус Христос вошел туда в галерею на восточной стороне Храмовой горы и вот он там находится и там начинает беседу с еврейским народом. 24 стих «Тут иудеи обступили его и говорили ему «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». В греческом тексте намного более интересно звучит фраза из уст иудеев по-гречески окружили его иудеи и говорили ему «До каких пор будешь томить нам душу? Если ты Христос, скажи нам открыто». И так он томит им душу. Они пытаются понять кто он. Он действует, исцеляет, чудо творит. Это все есть знаки для них. Он с ними беседует, но явно себя Христом не называет. И они не понимают почему он себя не называет таковым, если претендуют на то, чтобы быть Мессией. Если ты Христос, скажи нам прямо. 25 стих. И Иисус отвечал им «Я сказал вам и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне». Я сказал вам, но он не произнес самого термина «Христос». Хотя, например, в беседе с Самарянкой он открыто говорит «Я это тот, которого ты называешь Христом, и я беседую с тобой». Почему Господь себя не называет Христом беседуя с аудеями? Потому что если он скажет, что «Я Христос», они ответят, но твои дела не соответствуют нашим представлениям о том, каким должен быть Христос. Более того, он хочет, чтобы они возвысились от любого представления о Христе, о нем, как о Сыне Божием, равном Отцу. Поэтому он и говорит «Я сказал вам, но сказал то, из чего вы можете сделать вывод, и вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Посмотрите на самые мои дела». 26 стих. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Напоминает вот об этой беседе, где он сравнивает себя и с дверью, и с пастырем добрым». 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вот оказывается, что из себя представляет эта обильная пажить, это именно жизнь вечная, то есть то, куда добрый пастырь Иисус Христос приводит овечек, это не просто некое место наслаждения или радости, это есть приобщение к жизни вечной. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, а раз они приобщаются к жизни вечной, они уже сохраняются Христом от погибели, и никто не похитит их из руки моей». Используют также символ или образ руки, как образ власти. Если пастух кладет руку на овечку, то она уже под его защитой и покровительством. 29-й «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». На самом деле не только из моей руки, но из руки отца моего, не только я, как добрый пастырь, но Отец Небесный также кладет на этих овечек свою руку, а его рука самая сильная, самая крепкая, самая могущественная, если он положил руку, как знак покровительства и защиты, уже никто не может похитить из его и из моей руки эту овечку. 30-й стих «Я и Отец одно». И вот так от образов овец и пастыря Господь Иисус Христос переходит к высочайшему богословскому учению о том, что он и Отец едины. Да, они разные личности. Это было ясно из только что сказанных им слов о том, что он кладет руку и Отец кладет руку на овечку. То есть они разные личности и при этом они едины. Догматическое богословие для того, чтобы выразить эту идею максимального единства двух разных личностей позже будет использовать специальную терминологию. Для того, чтобы указать на разность, как раз будет использоваться термин ипостасис или ипостась в переводе на русский язык личность. А для того, чтобы указать на единство, неразрывность, соединение, будет использован иной термин усия, то есть сущность или природа. Итак, лица Святой Троицы едины по природе, но различны именно в лицах. 31 стих. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Хватают камни, потому что прекрасно поняли, что имеет ввиду Христос? Он больше, чем Мессия. Он есть Сыд Божий, равный Отцу. Он и Отец едины. И как Отец могущественен, так и Он также могущественен. Но это могущество, данное Отцом, Он употребляет для того, чтобы душу свою отдать за овичек, для того, чтобы через это они приобщились к жизни вечной и были избавлены от погибели. Но этим высочайшим богословским откровением того, что Он и Отец едины, не завершается беседа Господа Иисуса Христа с аудеями на праздник обновления. Во второй части этой беседы Господь предложит еще более возвышенную формулировку того, каким образом Он и Отец едины в своем могуществе, направленном на спасение верующих людей. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею!